Всего за два года в Алматы намерены заменить 350 старых светофоров на более современные устройства регулирования дорожного движения. Таким образом, полицейские надеются на четверть сократить ДТП на перекрестках и на 30% улучшить пропускную способность городских улиц. Депутаты сегодня одобрили целый ряд законопроектов. В частности, теперь водителям авто снова разрешат выходить из машин во время остановки сотрудниками ДПС. А красивые номера подорожают. Подробнее в следующем видеоматериале. За так называемые понты теперь придется заплатить больше, зато за некоторые нарушения меньше. Депутаты, рассмотрев в первом чтении проекта внесения изменений в закон о дорожном движении, согласились повысить пошлину на крутые госномера автомобилей. При этом хотят снизить штрафы за любые нарушения правил дорожного движения. Дескать, нынешние денежные взыскания сильно бьют по карманам недисциплинированных автовладельцев. Необходимо понять, наверное, и простых людей. Если сейчас вот дефолт, да, деньги, практически деньги поменяли свою стоимость, цену, да, мы понимаем это все. Но штрафы баснословные. Доходят они до 200 тысяч тенге некоторые виды штрафов. Также депутаты попросили министра МВД разъяснить своим подчиненным, а точнее универсальным полицейским, их обязанности. В регионах они превышают полномочия. Вжившись в роль борцов с преступностью, объявили охоту на дорогах и порой беспричинно останавливают и наказывают водители. Депутаты подчеркнули, что следует им объяснить о их дополнительных функциях. Также депутаты обратили внимание главного полицейского страны на дорожные знаки. Накажите своих, которые, он же конкретно говорит на Копчегае, значит, кто-то отвечает, наверное, до прокуратуры. Кто-то не поставил знак, значит, этот не доработал, тот начальник отдела или управления, который в Алматинской области, да? Ну, кто-то не доработал, накажите, так вторым больше не будет делать. Следом рассмотренный законопроект депутатов возмутил не меньше. Народные избранники не согласны с займом, который Казахстан хочет взять у Международного банка реконструкции и развития на проект трудовых навыков и стимулирования рабочих мест в Казахстане. Речь идет о сумме в 100 миллионов долларов. Внешний долг у нас 3 триллиона. Зачем нам эти еще 100 миллионов? Где вот этот режим экономии? Мы что, не можем без этих 100 миллионов обойтись? У нас есть центры занятости. И вы говорите, что проект по развитию трудовых навыков и стимулирования рабочих мест стимулировать надо другим образом. Необходимо такие условия дать работодателю, чтобы ему было выгодно брать этих работников, обучать их. Я думаю, что если сегодня в реалии в Казахстане мы внедрили трехуровневую систему образования только на высшем уровне, то нам необходимо теперь по всем уровням это говорить и привести в соответствие наши нормативные правовые акты со стандартами стран ОИСР. Цель проекта – актуализировать техническое и профессиональное образование. Займ Международным банкам Казахстана дается на 19 лет. При этом единовременная комиссия, подлежащая уплате, составляет 0,25% годовых от суммы долга. Лязат Сыгандыкова, Бауржан Кожаканов, телеканал Алматы.